Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Евгений Шестиперов, я сотрудник отдела тестирования. Отдел тестирования существует уже несколько лет. За это время появилась потребность в задаче автоматизации тестирования, которая бы помогала улучшить труд специалистов QA и способствовала бы более быстрому и надежному методу пропуска заданий в стабильной ветке репозиториев от Linux. Доклад посвящен обзору данного решения. Давайте немного поговорим о том, что такое автоматизация рабочего процесса тестирования. Это совокупность методов и средств для достижения и реализации решения, которые позволяло бы осуществлять управление процессом без участия человеческого вмешательства, оставляя за человеком право принимать более ответственные решения. В данном случае такой подход способствует решить следующие трудности. Это рутина человеческих действий. Часто к нам приходят задания, проверку которых можно и нужно автоматизировать. В основном это пакеты Python, PHP, некоторые консольные утилиты, например, EPE, некоторые веб-приложения, различные конфигурации Nginx и Apache. Следующее. Это способствует общему росту предательности выполнения тестирования, избежание типичных ошибок при проверке, увеличение точности и надежности и снижение рисков при проверке критичных для системы продуктов. В ходе своей работы сотрудники активно используют три приложения. Это RedMine, система управления проектами и задачами. Proxmos Virtual Environment или сокращенно PVE, это система виртуализации с поддержкой веб-интерфейса. TestLink, это инструмент управления тестами, используемый для управления проектами, отслеживания ошибок и управления тестами. Для работы с REST API для данных компонентов были написаны блясеки на баш и оберки на Python. Давайте покажем работу решения на примере жизненного цикла типичного тестируемого задания в стабильную ветку десятой платформы. От состояния EPRM, да-да. Во-первых, таск приходит в отдел тестирования. Далее формируется issue и сводный отчет в RedMine. Запускается пересборка зависимых пакетов с тестируемым заданием, после чего запускаются написаны автоматизированные тесты для пакетов PVE. После формируется отчет о результатах прохождения в TestLink. Далее проводится ручная проверка, и на основании этих данных принимается решение о пропуске задачи в репозиторию. А теперь немного подробнее о каждом процессе. У нас существует отслеживающий сценарий. Давайте для простоты его назовем RedMineRobot, который отслежит состояние задач на GERAR. Это место, где собираются задания для репозиторий. Когда сборочное задание достигло состояния GEPER или ему необходимо одобрение стороны группы тестер, данный сценарий создает задачу RedMine с следующим шаблоном сводного отчета. Итак, первое — это заголовок из GERAR. Здесь важные параметры — это номер задания, тестируемый репозиторий, имя мантейнера, первые имена пакетов и номер текущей сборки. Также в описании задачи присутствует дополнительное и основное. В основное описание задачи входит, это первое — сообщение о пруфе от группы Maint, следующее — это ссылки на репозиторий и саму сборку, ссылки на содержимое сабтасков, наличие проверяемых архитектур, результаты автотестов и ссылки на полезную метаинформацию. Обычно это результаты запроса в кальтре по API. В дополнительное описание входит проверка CVE, если таковые закрываются задания. Обычно они берутся из чинжлога к заданию или к сообщению. Здесь представлены три базы эксплойтов, где тестировщик может прочитать описание. Далее формируется список зависимости с RPM пакетов. Он необходим для автоматической проверки и пересборки. Также у нас проверяются мисконфликты. Следующие формируются ссылки на описание пакетов на packages.alt.linux.org. Это новый удобный веб-интерфейс для alt.rep.db. Формируются диффы. Данная информация необходима для ручного тестирования. Что представлено в диффах? Это diff require provide absolute и изменение файловых путей. Также проверяется проверка, входит ли пакет в дистрибутив. Задача в RedMine создается наблюдателем по умолчанию. Обычно это RedMine робот и ментайнер, который данное задание собрал. В случае изменения задачи в Gerar, например, если задание было удалено или ментайнер запустил новую итерацию сборки, в некоторое время сценарий меняет и статус задачи в RedMine. Для удобного отображения задач был создан веб-стенд, который называется Cloud-ask-status. В нем отображается таблица задач по приоритету. Также присутствует фильтрация по нескольким параметрам. Это репозитории, статус задачи и ее приоритет. Приоритет складывается из нескольких пунктов. Во-первых, это актуальность и важность бранча, согласно поддержке дистрибутивов. Во-вторых, присутствует ли задача в дистрибутиве. В-третьих, закрывается ли какая-нибудь уязвимость в версии приложения. В-четвертых, присутствует ли модуль ядра. И последнее, это время в очереди на запуск. Во время периодичного фрейморания issue запускается BeHive для проверки собираемости зависимых пакетов заданий. Список пакетов берется из запроса к базе Alt-Rep.IP. По окончанию сборки RedMine робот создает дополнительное сообщение, в котором указывает ссылку на результат и на будущий результат ручных тестов, если таковые имеются. На слайде изображен пример результирующего лога, который свидетельствует об успешном выполнении. После того, как задача сформировалась, дергается скрипт, который называется AutoDeploy. На данный момент он отвечает за несколько вещей. Это разворачивание трех виртуальных машин для разных тестовых сценариев Proxmos для автоматической проверки сборочного задания. Здесь клонируется темплейт для определенного репозитория и копируется ключи SSH. Далее прогоняются процессы обновления. Эти первичные тесты помогают выявить проблемы, которые могут возникнуть у пользователя при обновлении. Для них есть кодовые названия. Тест 1, тест 2 и тест 3. Они расшифровываются как Tests Utes. После прогона процесса обновления запускается автоматический тест. После этого формируется отчет, который вы видите на слайде. И далее проводится ручное тестирование. После чего удаляются виртуальные машины после окончания автоматических прогонов. Итак, немного про Tests Utes. Предположим, что у нас в репозитории есть некий пакет бар. То есть первый в дистрибутиве есть пакет бар первой версии. В репозитории на данный момент находится пакет второй версии. А в тестировом задании проверяется треть. Тогда данный процесс обновления выглядит так. Итак, первый шаг. Система обновляется до текущего репозитории. То бишь пакет бар становится второй версии. Происходит перезагрузка после каждого шага, отображенного на слайде. Второй шаг. После загрузки системы клонируются тесты для пакета. Ставятся пакеты без задания. На третьем шаге происходит обновление до задания. Проверяются важные параметры системы. Это хостнейм, параметры сетевых интерфейсов и стейты, субстейты сервисов систем D. И четвертый шаг. После перезагрузки проверяются по новой данной параметры для сравнения того, что нет никаких регрессий. И запускается написанный автотест. Тесьют второй. Здесь различие с первым заключается в том, что сначала ставится задание, а потом ставятся пакеты. И опять же прогоняется автотест. И третье. Обновление до версии с заданием. То бишь берется чистый дистрибутив и его обновляют до репозитория с заданием. То бишь минуем бар второй версии. Для проверки задания была написана специальная библиотека иранскрипт, которая автоматически проверяет написанный баш-сценарий. По сути был создан самописанный тестинг-фреймворк для баш-сценарий для дистрибутивов OS-Alt. Алгоритм запуска тестового фреймворка показан на слайде. Сначала устанавливаются пакеты, необходимые для тестирования. Потом проверяется, есть ли тестируемый сценарий в папке test. Если сценарий есть, то иранскрипт прогоняет их. Во-первых, запускается файл-инициализации. Данный файл опционален. Тут готовится предварительный набор тестовых данных, каких-то файлов. Я думаю, кто знаком с питомовским фреймворком PyTest, найдет схожесть с методом setup. Во-вторых, запускается файл самого теста. Здесь осуществляется проверка необходимой одной функциональности пакета. Тут в примере подгружается библиотека функций. Также хорошей практикой является создать локальный конфиг для автотестов, который содержит необходимые переменные окружения, место прохождения автотестов и общий сценарий. Во время каждого прогона теста формируется лог. По окончанию прогона всех тестов формируется общий результат прохождения. Сколько тестов палов, сколько тестов прошло или сколько заблокировано, если, допустим, архитектура не тестируется. Сейчас такими тестами покрыто более 300 пакетов. В основном, как я уже говорил, это консольное приложение или сценарий других языков программирования. Благодаря таким тестам являются общие ошибки, экономя время на тестирование. Сразу оговорюсь, что еще не все тест-сьюты покрыты автотестами. Мы активно расширяем покрытие после каждой итерации, если в этом необходимость. После проверки логов автоматических тестов, пересборки файловых конфликтов, проводится основное ручное тестирование. На основании данных результатов принимается решение. Пропускать задание в стабильной репозитории или отклонять. Соответственно, вешается approve или из-approve от группы тестеров. Также, помимо описанного ранее, в отделе тестирования имеется ряд приложений для внутреннего использования, которые существенно экономят время тестировщика. Первое – это база зависимых тест-сьютов. В классическом варианте у нас есть правило «это один тест-сьют, один пакет». В данном случае при запуске скрипта автодеплой будет проверяться, есть ли пакет в базе. Если пакет присутствует, то создается список тест-планов, которые указаны в базе. Если нет, то используется классический метод. Второе – это Telegram-бот для управления сценарием автодеплой. Данный бот помогает сотрудникам управлять перед запуском автотестов или созданием ручных сценариев. QHL – это цель-выделенный внутренний сервер для регрессионного тестирования пересобираемости пакетов задания в случае провала ошибок на BeHive и сборки образов для проверки заданий. Также у нас есть сбор различной статистики о проверках задач. То есть во время создания задачи также отправляется отчет с различными методами информации в Zabbix. На основе скрипта автодеплой разработано небольшое Python-приложение, которое создает виртуальные машины из темплейтов с необходимыми стимпшотами для их отката назад. Также на данные стенды копируются публичные ключи САЖ-тестировщика для быстрого и удобного доступа к ним. Спасибо за внимание. Если есть вопросы… Евгений, спасибо. Да, здравствуйте. Я первый принял эстафету. У меня три небольших вопроса и крошечное замечание. Первый вопрос. Как формируется список зависимых пакетов для пересборки? Запрос в базе. Базе какой? Альтрепапи. И что там, и как оно туда попадает? Ладно. Остальные вопросы тогда забуду. Хорошо. Так, кто таким из конфликта? Расшифруйте, пожалуйста, термин. Так, у нас приходит пакет, например, на примере Postgres. У нас существуют конфликты. Они вычисляются запросом в ВД. В случае, если ты ставишь один Postgres и ставишь другой Postgres, у него может… Ну, какие-то пакеты, скажем так, Postgres Python. Он может конфликтовать с другой версией Postgres. И мы проверяем, может ли пользователь разрешить данный конфликт самостоятельно. То есть это ошибки установки пакетов? Да. На самом деле, трейдер меня сбил немножко. Первый вопрос… Да, коллеги, время. Все-таки где пересборка зависимых пакетов происходит? На B-Hive. У нас есть специально выделенный сервер. Несколько, наверное. Там же архитектуры разные. Да, 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 да. Все правильно. Там распределенная пересборка. Мы дополнительно проверяем в случае, если там что-то зафейлилось. Ну, потому что, сами понимаете, там запускается несколько потоков. Ну, мне просто интересно. То есть это отдельные железки? Да, да, да. Ладно, я замечаний тогда не буду раз в время. Евгений, пожалуйста. У тебя на первой диаграмме было показано, что тест-линк, ну, так стрелка шла, она выполняет запуск автотестов. Все правильно. У нас тесты, ну, сами гид-репозитории, хранятся там же, где и тест-линк. Погоди, вопрос такой. А на другой диаграмме было указано, что вот есть некий тест-линк, в который уходят стрелки, а автодеплой происходит откуда-то. Так вот, кто запускает автодеплой? Автодеплой запускает следующий скрипт, который формирует задачи. Ну, в каком порядке, откуда запускается? Вот из тест-линка? На тест-линке есть сервис, который это делает? Вот непонятно, в какой момент времени. Нет, это выделенный сервер, который отслеживает изменения на GERAR. Как только задача подходит, статус E1, запускаются вот эти все скрипты, которые я писал. Так. Хорошо. Последний вопрос, да? У меня тоже вопрос есть. Почему используется виртуализация, например, тех же докер-губерниц контейнеров? И, как бы, какие виды тестов предполагают себя автотестирование? Есть ли там тесты на UI, например, UX или еще что-то? Об этом будет следующий доклад по поводу тестов UI. Ну, тогда можете ответить хотя бы, почему используется виртуализация вместо контейнеризации? Каких не хватает возможностей контейнеризации, чтобы принимать для этого отдельный ритуал? Ну, во-первых, мы тестируем не контейнеры, а, собственно, дистрибутивы. Это, в принципе, будет ответом. Ну, тут мы тестируем софт, в первую очередь. Не совсем так. Мы тестируем дистрибутив. Так, все, коллеги, все, все, все. У нас уже, я предупреждал, последний вопрос был в кулуарах. Так, спасибо большое, Николай. Потому что мы тестируем дистрибутив. Спасибо.